Музыка Постепенно оперативные совещания в Белом доме возвращаются к своему старому доброму формату времен Тимура Мухаммедьянова. Правда, различия, конечно, остаются. Министры, замминистры и все, кто приглашены на эти мероприятия, выглядят более напуганными, более притихшими, чем в те старые добрые времена, когда команда Хабирова только-только воцарилась в республике. В общем, потрепала эту гвардию, сидят они поскромнее, глаза уже, как говорится, все больше вниз, но, тем не менее, что-то немножко успокаивается на этих мероприятиях. Начал Хабиров с кадровых перестановок, которые случились в правительстве. В этот раз он сделал такую отдельную оговорку о том, что у нас в правительстве, оказывается, царит замечательная гендерная политика. Ну, как обычно, когда заговорили про гендер, это, понятное дело, начали говорить про женщин. В частности, речь зашла о том, что Гульшат Арсланова окончательно стала руководителем комитета по конкурентной политике республики Башкортостан. Мы уже говорили об этом странном назначении, когда вот эту вот Гульшат Арсланову, чемодан без ручки, таскают из одного ведомства в другое, то она МФЦ возглавит, то МЗИО, то снова МФЦ. Вот теперь пристроили ее к этому комитету по конкурентной политике. Что-то мне подсказывает, что это не к добру. Судя по тому, что мы узнали про эту мадам, ничего хорошего этот комитет не ждет, да и, собственно, и конкурентную политику тоже в целом. Сложнейший, на самом деле, участок работы правительства, требующий очень серьезных компетенций, которыми должен обладать руководитель этого комитета. Гульшат Арсланова, на мой взгляд, не обладает этими компетенциями, а комитет этот еще, кроме того, что он сложный, он еще и очень опасный. Вот эти все следственные комитеты, Федеральные службы безопасности и прочие фасы, конечно же, в первую очередь сконцентрируют свое внимание на этом комитете. В общем, думаю, что мадам Арсланова принесет нам всякие интересные сюжеты в дальнейшем. Вторым гендерным нововведением в правительстве, а вернее во власти Республики Башкортостан, стала Гузель Насырова, которая превратилась из заместителя руководителя управления делами президента, вернее, не президента, а главы Республики Башкортостан, в главу Иглинского района, а вернее, в исполняющую обязанности главы, но я думаю, что карьера в этом смысле ее улучшится в ближайшее время, в том плане, что Совет Иглинского района, конечно же, утвердит ее в этой должности. Довольно странное, на самом деле, назначение. Иглинский район сложный, опасный и такой очень своеобразный, об этом мы тоже многократно говорили. Ни один глава Иглинского района не уходил оттуда, не потрепанным и без уголовного дела. И вот Гузель Насырова, которая, в общем-то, проверенная в боях завхоз Хабирова, ну, почему завхоз, потому что управление делами, это фактически то управление, которое занимается главной задачей администрации главы, а именно его материально-техническим обеспечением. Насколько мне известно, Хабиров очень ценит Гузель Насырову. Она прошла у него там проверку всевозможными событиями и разными испытаниями. Очень надежный, с его точки зрения, человек. За что же он ее вот так вот в Иглинский район, до конца непонятно. На этом кадровые перестановки в правительстве и во власти в республике, казалось бы, закончились, но на самом деле нет. Хабиров, судя по всему, наконец-то разделил с Назаровым полномочия по кадровым воздействиям. И к вечеру вчерашнего дня, к вечеру понедельника мы узнали о том, что прямо на заседании президиума правительства республики Башкортостан Назаров, по сути, уволил председателя Госкомитета по жилищному строительству и строительному надзору Ильдара Шафикова. Ну, то есть, прямо без всяких, значит, кавычек и без всяких иносказаний было сказано писать заявление и как бы освобождать должность. Ну, причем в таком хорошем советском стиле, пишите заявление, не то, что мы вас по статье уволим, а, в общем, вот так. Вот, это очень примечательный момент, ну, по многим причинам. Во-первых, конечно, Ильдар Шафиков, ну, заметная фигура, этот комитет по строительному надзору, неразрывно связан с теми событиями, которые нас сопровождали в последнее время, я имею в виду и строительный бунт, и вот эти вот все уголовные дела Госкомстроя и МинДЖКХ, Ильдар Шафиков, конечно, там тоже во всем этом деле так или иначе был интегрирован. Формально, а может быть и неформально, но прозвучало обвинение в том, что господин Шафиков никак не справился с ситуацией вокруг тарифа на отопление. Предполагается, что Шафикову вменялось в обязанность заниматься этим и вести переговоры с Интеррау или с кем-то здесь, может быть, на республиканском уровне, хотя бы с Баш-РТС, но мы-то уже понимаем, что с Баш-РТС, например, бесполезно обсуждать вопрос тарифа. Не знаю, насколько Шафиков стал жертвой вот этой вот всей строительной войны. Судя по всему, он, конечно, там где-то был участником этих процессов, но, честно говоря, немножко настораживает вот эту вот резкость кадровой политики, которую мы стали наблюдать последние недели. Может быть, Шафикова там спасали от судьбы Беляева-Кучербаева. Может быть, себя подстраховывали от того, что, например, там, если есть вероятность ареста Шафикова в ближайшее время, то хотя бы его арестуют уже не как госслужащего. Надо понаблюдать за этой ситуацией, потому что именно увольнение Ильдара Шафикова руками Андрея Назарова, ну, такой первый предвестник самостоятельной кадровой политики этого крыла в правительстве. Вернемся к оперативке. Хабиров продолжил свое вступление. Зачем-то опять заговорил о своем любимом индексе промпроизводства. По-моему, это единственный показатель, который ему полностью понятен с экономической точки зрения, и который, к тому же, еще и радует его. Хотя, на самом деле, в последнее время индекс промышленного производства в республике, конечно, не должен радовать здравомыслящего экономиста, потому что он, по сути, показывает падение промышленного производства. В январе-феврале 2021 года он составил 99,5%, то есть на полпроцента меньше, чем в 2020 году. Вообще, к отношению 2020 года в среднем у нас в отношении 2019 года падение было на 2%, но в феврале 2021 года мы прибавили 0,1%. Собственно, конечно, говорить тут совершенно не о чем, потому что все эти колебания в пределах статистической погрешности и всевозможных манипуляций ведомств разными приростами, сиюмоментными, одномоментными и так далее, но Хабирову нравится, он об этом любит говорить. Завершая вступление, Хабиров почему-то заговорил про IQ Park, вот этот наш необъяснимый IQ Park, который пора бы уже все-таки, как у всех приличных людей, называть IT Park. В общем, почему-то Хабиров заявил, что IQ Park, суть по всему, после того, как он отказался от отдельной кровати в этом заведении, может стать лучшим в Российской Федерации IT Park. Вот такая вот загадочная формулировка прозвучала, и перешли к текущим вопросам. Первым вопросом оперативного совещания традиционно был вопрос о COVID-19 и борьбе с пандемией. Забелин, как обычно, старался нам не сообщить ничего нового и конкретного, но если бы нас не волновал сильно этот вопрос, мы бы, наверное, вообще перестали обсуждать и транслировать эту тему. Но, увы, к сожалению, тема и проблема COVID-19 все еще на поверхности, и мы вынуждены ее обсуждать. В частности, Забелин сообщил нам, что темпы вакцинации от COVID-19 в республике сохраняются теми же черепашьями, что и на прошлой неделе. В неделю он вакцинирует менее полупроцента населения. На данный момент окончательно обоими компонентами вакцин вакцинировано 76 тысяч человек. Это менее 2% населения республики. И, как я уже посчитал в прошлый раз, если такими темпами, то мы вакцинируем население только к 2025 году. Забелин уверенно и внятно сообщает эти темы. Соотнося вот эти цифры и темпы с тем, что происходит на федеральном и мировом уровне, мы понимаем, что есть некий разрыв. Федералы действительно хотят привить чуть ли не 20% уже населения к июню месяцу, если не больше. А вот, например, показатели смертности вызывают вопросы. В Британии в сутки умирает 15 человек от COVID-19, в России умирает 400 человек. При том, что население наше всего лишь в 2 раза меньше, чем в Туманном Альбионе. В общем, соотношение смертности, конечно, не в пользу России. И, судя по всему, не в пользу Башкирии, хотя этих цифр мы в Башкирии очень давно не слышим. Выслушав Забелина, Хабиров напомнил о годовщине COVID-19. Действительно, примерно год, как мы окунулись в этот ужас и кошмар. Хабиров традиционно для себя нагнетал жутие и создавал более нервозную ситуацию вокруг этой проблемы. В частности, он сказал, что в Европе все плохо и расслабляться нельзя. И вот процитирую три фразы Хабирова касательно ковида. Он заявил, что все расслабились. И он направляет контрольно-счетное управление по районам и учреждениям власти. Речь идет о контроле вот этих мероприятий. Масочный режим, там дезинфекция рук, помещение и так далее. Также Хабиров заявил, что транспорт и торговля расслабились. Тут я с ним полностью согласен. Уже в торговых центрах, в автобусах, но везде уже никакого внимания. Вот эти охранники, которые кидались и требовали, чтобы маска была надета уже так. В некоторых торговых центрах вообще сидят в сторонке брошенные эти тепловизоры и прочее, прочее. И еще Хабиров, процитирую интересную его фразу про Запад. Он в последнее время очень уделяет внимание внешней политике. Прямо аж жуть. В частности, он сказал, что в Париже кое-как не хватает. У нас так не должно быть. Это он за обереном сказал. Ну, согласен. Мы же не хотим, как в Париже. Далее шел трехглавый доклад о дорогах ЖКХ и ЧАЭС. Ну, понятно, по определенным причинам министр ЖКХ Беляев заключен под стражу и, соответственно, не может докладывать на оперативных совещаниях. За него отдувалась опять Ирина Александровна Голованова. Хотя бы уж окончательно определились с тем, как ее зовут. И она нам рассказала, что в очередной раз на Российской лопнул трубопровод. Вот этот участок, Комсомольская, Российская, конечно, вызывает все больше и больше опасений. Судя по всему, дорожные работы в этом году там не завершатся. И вот эти все вопросы с коммуникациями там становятся все хуже и хуже. Жители этих районов уже привыкают к отключению холодного, горячего водоснабжения и отопления. Того и гляди, квартиры начнут дешеветь в этом районе. Потому что он реально превращается в район бедствия. Судя по всему, понимая это, Ирина Александровна решила немножко упрочить позицию своего ведомства в глазах Хабирова и правительства. Заявила она о том, что недавно министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирик Файзулин назвал аварийность в Республике Башкортостан, цитирую, сравнительно низкой. Правда, Ирина Александровна не уточнила, с чем сравнивал Ирик Файзулин аварийность в Республике Башкортостан с Парижем или с Казанью. Ну, в общем, мне очень так позабавила вот эта формулировка. Далее по законам жанра у нас было выступление Министерства транспорта и дорожного строительства. Там тоже у нас нет министра. Алан Морзаев сбежал куда-то в горы. Отвечает за него теперь отдувается замминистра Жульков Виктор Степанович, который, честно говоря, как-то уже к этому стульчику, прямо скажем, прилип. Есть ощущение того, что Виктора Степановича, пожалуй, что оставят на этой должности. У меня, по крайней мере, есть такое предощущение, но посмотрим. Впрочем, Жульков ничего хорошего Хабирову сообщить не смог. Аварийность растет, пострадавших все больше, погибших больше, чем в тот же период 2020 года. Удивительный момент. Вот впереди у нас конец марта, апрель и май. Помним, что в 2020 году, март, апрель, май, это были уже такие пандемийные месяцы. И если тут сейчас смертность на дорогах у нас будет сравниваться с этими периодами, это будет очень некорректно, потому что там был месяц, когда люди вообще по улицам не ездили. Но, тем не менее, мы помним, что статистика 2020 года, несмотря на то, что была пандемия, вот этот локдаун и запрет на передвижение, статистика смертности вышла за те границы, которые были поставлены в 400 погибших. 462 человека погибло в прошлом году. В общем, посмотрим, насколько Виктор Степанович справится с этой задачей. Выслушав Жулькова, Хабиров опять заговорил про 300 камер видеонаблюдения. То есть, вот эта история становится уже немножко раздражающей. Вот на прошлой оперативке слово в слово прозвучало то же самое. Он слушает Жулькова и напоминает про то, что нужно поставить 100 камер на федеральные трассы. Жульков уже начал оправдываться, отнекиваться, говорить, что они переставляют неудачно поставленные камеры в удачные места. Тут Хабиров, конечно, спохватился. Потому что мы помним, что население реагирует на вот эти камеры очень болезненно. И восприятие у людей такое, что понаставили камер с нас денег собрать. И Хабиров тут, понимая вот эту логику, которая уже неоднократно звучала, заявил следующее, цитирую. «Камеры не для того, чтобы ободрать людей, а чтобы спасти их». Ну, это очень спорный тезис. Практика, наука, исследования говорят о том, что установка камер видеонаблюдения никоим образом не влияет на травматизм и смертность на дорогах. Вот, в принципе, не влияет совсем. Ради Хабиров очень сильно ошибается вот в этом моменте. Он почему-то очень полагается на вот эти технические средства контроля. Он полагает, что если поставить камеру, то люди перестанут гонять. Он даже заповедовал своим подчиненным, выговорит, не только камеры ставьте, а еще и знаки ставьте, что камеры стоят. Ну, то есть, будем пугать людей настолько, что они будут притормаживать. Но вот, к сожалению, практика говорит, что это не работает. Я бы на самом деле двумя руками поддерживал Хабирова в этой истории и был бы согласен на то, чтобы бюджет наш тратил огромные суммы денег на покупку этих камер, и хрен бы с ней, с этой коррупцией, лишь бы люди не умирали. Но нет, установка камер видеонаблюдения не влияет на смертность и травматизм. Мы неустанно напоминаем вам о необходимости ставить лайки, подписываться на наш канал и помогать ему материально. Я с удивлением обнаружил, что половина тех, кто смотрит наш канал, не подписана на него. Статистика Google говорит вот примерно об этом. Мы на данный момент имеем примерно 150 тысяч уникальных пользователей нашего канала, и только 26 с небольшим тысяч человек подписаны на канал. Остальные регулярно пользующиеся не подписываются. Почему? Для меня загадка. Пожалуйста, подпишитесь, подпишитесь своих знакомых. Это анонимно, это ни к чему вас не обязывает. А если вы хотите помогать нашему каналу более деятельно, то нажимайте на кнопочку «Спонсировать», либо перечисляйте какие-то средства на наш расчетный счет. Мы всегда за это очень благодарны. Далее последовал доклад Линары Хакимовны Ивановой. Самый скандальный, самый отвратительный доклад, который прозвучал на этой оперативке. Вообще мы давненько не видели Линару Иванову на кафедре оперативного совещания. После ее понижения в должности и снятия с нее ранга вице-премьера, вообще мы ее не видели выступающей. И вот тут она делает доклад о мерах по снижению уровня безработицы в Республике Башкортостан. Прежде чем комментировать и обсуждать доклад Линары Ивановой, нужно оговориться, что весь ее доклад и все время, пока она что-то рассказывала, она оперировала понятием «зарегистрированной безработицы». То есть это те показатели, которые дает Биржа Труда, когда она дает статистику людей, которые пришли и зарегистрировались. На самом деле, конечно, существует два вида безработицы. Это реальная и зарегистрированная, выявленная. Очевидно, что количество людей, которые идут на Биржу Труда, никак не соответствует тому количеству людей, которые находятся сейчас без работы и не работают. Есть вынужденная, а есть добровольная безработица. В общем, конечно, это понятие довольно сложное. Леонара Хакимовна оперирует только официальными цифрами. Это, конечно, отчасти неправильно, потому что не дает полной картины безработицы в Республике. Потому что есть достаточно большое количество людей, которые, в принципе, не имеют возможности встать на учет на Биржу Труда. Но об этом чуть позже. Так вот, что нам доложила Леонара Хакимовна в статистической части своего доклада? Она сообщила, что в апреле 2020 года безработица в Республике составляла 1% от трудоспособного населения. Уже в октябре 2020 года, через полгода после 1%, этот показатель составлял почти 7%. То есть 6,82% составляла безработица в октябре 2020 года. Повторюсь, это только выявленная безработица. Это процентов от трудоспособного населения. И уже к марту 2021 года, вот к нынешнему моменту, Леонара Хакимовна утверждает, что безработица у нее снизилась на целых 2,4% и составила 4,42%. Леонара Иванова не уточнила, по какой же такой фундаментальной причине снижается безработица в Республике Башкортостан. Потому что с классических экономических позиций, конечно, понять это невозможно. Промышленное производство у нас незначительно, но падает. То есть, как минимум не растет. Соответственно, количество занятых в этой сфере, конечно же, возрастать не может. Количество ИП и прочих мелких частных предприятий катастрофически снижается. Каким образом на такую существенную цифру удалось снизить показатель безработицы Леонарии Ивановой, я не понимаю. Что-то мне подсказывает, что какое-то количество безработных просто тупо снимается с учета, либо их снимают по какой-то технологии. Тем не менее, Леонара Иванова, которой позарез нужны оптимистические новости, заявила, что обвала на рынке труда не произошло. Вот это вот цитата из ее выступления. А ситуация постоянно улучшается. Леонара Хакимовна сообщила нам грозную новость о том, что к концу 2021 года Владимир Путин поручил ей вернуть уровень занятости в показателях 2019 года в республике. И она не сомневается в том, что ей удастся это сделать. Вот тут, честно говоря, я сомневаюсь. Кроме всего прочего, Леонара Хакимовна рассказала нам о новых технологиях, которые будут применяться в области стимулирования занятости. И речь идет об очень забавной технологии. Это прямые выплаты, так называемый, субсидированный найм. Фонд социального страхования будет выплачивать 57500 рублей каждому работодателю, который наймет нового работника из числа безработных, зарегистрированных на 1 января 2021 года. У фирмы, которая претендует на этот грант, на эту субсидию, не должно быть никаких налоговых и зарплатных задолженностей. Работник должен работать полный рабочий день. И выплаты это случится только через 7 месяцев после того, как он будет принят на работу и будет там работать. Ну, прямо скажем, достаточно большое количество непроходимых условий. Мало фирм могут соответствовать полностью всем этим критериям. То есть, количество компаний, которые воспользуются этой выплатой, конечно, будет незначительным. Более того, 57500 рублей на 7 месяцев не такая уж и огромная субсидия, честно говоря, к зарплате. Все эти фактические деньги уйдут на выплату налога с физических лиц, подоходного налога, и еще придется доплатить. Так что тут, конечно, опять игра цифрами. Все эти деньги, безусловно, вернутся потом в бюджет. Ленар Хакимовна посетовала на то, что в 2020 году пришлось выплатить аж целых 7 миллиардов пособия по безработице в республике. При том, что в 2019 году это был всего 1 миллиард. И далее Ленар Хакимовна сделала то самое скандальное заявление, которое обсуждалось широко в прессе в республике вчера. А именно она заявила о том, что причиной роста безработицы являются вовсе не экономические обстоятельства, а вовсе не пандемия и прочее, прочее. А то, что, оказывается, слишком хорошо государство наше заботится о людях. Слишком щедрой рукой раздает оно пособие по 3 тысячи на ребенка. И потому эти бестолковые, безнравственные граждане тут же ломанулись, встали на учет на биржу труда, лишь бы сорвать с государства вот эту вот несчастную копейку и получить ее на халяву. Вот примерно в такой логике продолжает существовать Ленара Хакимовна Иванова. Я полагаю, что ошибаться может каждый. Но, пожалуйста, не за наш счет и не вот так вот глобально. Ленара Иванова в последнее время настойчиво демонстрирует полное отсутствие компетенции и неспособность следовать современным трендам и направлениям. По-моему, уже всем очевидно, что вместе с мадам Бойцовой, которая стоит одной ногой уже за порогом своего ведомства, вместе с ней, наверное, надо бы как-то улучшить вот эту гендерную политику, как выражается Радий Фаридович, и обоих этих тетенек оттуда удалять. Потому что, ну, честно, как Бойцова, так и Иванова уже абсолютно бесполезны, а то и вредны для нашего правительства и для нас в целом, жителей Республики Башкортоста. Далее по ходу оперативного совещания прозвучали два доклада о цифровизации экономики и управления в Республике Башкортостан. Оба из них, конечно, были весьма сомнительного содержания. Не стану отнимать ваше время, излагая суть этих докладов. Оговорюсь только, что мадам Голованова сообщила о том, что она безуспешно пытается внедрить некую единую информационную систему ЖКХ в Республике, а районы сопротивляются и не вносят туда данные о своих, значит, объектах недвижимости и многоквартирных домах. А министр цифрового развития управления Республики Башкортостан, в прошлом успешный монтажник электроплат Геннадий Разумикин сделал доклад о том, что он создал прекрасный портал для бизнеса и инвестиций в Республике Башкортостан, но, правда, этим порталом никто не пользуется. Огласив показатели востребованности этого сайта, даже Хабирова Разумикин смог удивить низкими показателями посещаемости. Хабиров сам не ведет свои соцсети, мы знаем, что этим занимается мадам Прочаковская, но, в принципе, даже Радий Фаритович знает примерный показатель, сколько людей, например, заходит на его страницу в соцсетях. Выслушав Разумикина, Хабиров возмутился, сказал, что вы такой прекрасный портал сделали, а им никто не пользуется, заходит людей меньше, чем на цифровую версию ургазинского вестника. В общем, конечно, безобразие, безобразие. Ну, Разумикин сделал серьезное лицо, сказал, что мы сейчас тут нагоним туда ботов, сейчас нам Елена Александровна, или как ее там Прочаковскую зовут, тут же нам даст какие-нибудь рекомендации. Ну, в общем, конечно, честно говоря, такой очередной пример, когда довольно приличные деньги всажены в эту никому не нужную информационную оболочку, которую там все старательно разукрасили всевозможными, значит, бубенчиками, там все мигает, отщелкивается и переходит, но никому это не нужно. Вот это вот очень нехорошая, на самом деле, история. Это абсолютно потерянные деньги вернуть или как-то там монетизировать эти все вещи точно нельзя, то есть это вот похоронили бюджет. Ну, господин Разумикин в очередной раз нам демонстрирует такие архаические подходы к решению проблем, то есть они все проблемы решают, создавая некий сайт. То есть вот у них есть там задача, они создают сайт, потом следующий сайт, потом сайт о сайтах, ну и так далее. Впрочем, Хабиров не сильно ругался на Разумикина, не придавая этому всему большого значения, потому что у Хабирова была хорошая новость. Завершил он оперативку, на самом деле, на мажорной ноте. Он рассказал о том, что совершенно случайно в Москве недавно пересекся заммэра Москвы господином Люксутовым и пообщался с ним на тему транспортных проблем города Уфы и неожиданным образом договорился о том, что Люксутов пришлет нам сюда в Уфу МОСТРАНСПРОЕКТ, есть такой научно-исследовательский институт в составе мэрии Москвы. Это какое-то там государственное бюджетное, по-моему, или там казенное учреждение, не помню точно форму собственности, но в общем это исследовательский институт, который занимается разработкой транспортных схем. И вот к нам в Уфу прибывает вот этот МОСТРАНСПРОЕКТ, который займется нашими транспортными проблемами. Несмотря на то, что многие сейчас начнут опять ворчать, что москвичи там опять, значит, на нас рубят бабок, там заработают и так далее, я тут выскажу совершенно иную точку зрения. На самом деле так и надо было давно сделать. У нас действительно в Уфе, в Башкирии, вымерли, нету больше специалистов, которые могли бы оптимизировать транспорт самостоятельно. Все вот эти вот разные доморощенные и спустившиеся с гор специалисты, которые пытались это делать у нас до сих пор, привели транспорт в то состояние, в которое они его привели. Помните, как Ради Хабиров кричал про пазики, когда только-только пришел, он еще даже там в должность не вступил, а уже на Ленина тот садился в пазик с каким-то известным федеральным журналистом и там показывал газовые баллоны на крышах. Но пазики до сих пор ездят по нашим дорогам. То есть без помощи старших товарищей нам, судя по всему, не обойтись. И вот этот МОС-транспроект должен сделать для нас некие рекомендации, которые, если мы потом исполним, возможно, нам будет какое-то счастье. Я имею в виду хоть какая-то оптимизация транспорта в республике Башкортостан. Я не говорю про скоростные трамваи, низкопольные на резиновом ходу и прочее. Я не говорю про всякие летающие такси и прочие фуникулеры. Нам нужно хотя бы оптимизировать существующую транспортную сеть. Вот и тут бы уже была большая помощь. В общем, будете смеяться, но в этом смысле я полностью поддерживаю Хабирова и считаю, что вот это решение было правильным. И жду, когда все это свершится. Единственная тревога моя за то, чтобы опять у нас здесь сегодня не растащили, не разворовали. И, например, получив эти рекомендации ученых людей, не забили бы на них булт, как говорится, в народе. В общем, будем наблюдать. Ну, мы это все увидим. Улучшится транспорт, будет хорошо. Не улучшится, будет плохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова